Добрый вечер. Все, что происходит с нашей армией, с момента ее переименования из советской в российскую, это модернизация. Модернизацией у нас занимается любой министр обороны, и каждый раз, каждый год в бюджете обязательно есть много статей по поводу нашей обороноспособности. У нас при этом нет абсолютно никакой оборонной доктрины, мы в принципе не знаем, зачем нам нужна армия, какие перед ней будут поставлены цели, какие задачи она должна решать, в каком регионе, на каком уровне и с какой эффективностью. Но, тем не менее, армия, как правило, это любимое увеселение царей, многие цари чувствуют себя особенно значимыми, когда у них есть либо потешная, либо какая-нибудь другая армия, поэтому, конечно, денег на нее жалеть не принято, ну и министров обороны на нее тоже жалеть не принято. У нас, непосредственно подведением итогов периода Сердюкова, все не так гладко, потому что очень много закрытых статей бюджета, против которых в свое время выступал, например, Кудрин, лишили его поста, потому что президент, тогда еще другой топол ножкой, говорил, что на армию не пожалею ничего, опять-таки без разработки этой самой доктрины и не имея представления о том, какая она должна у нас быть. Я какое-то время тому назад общался с одним британским офицером, это офицер-аналитик, он из того самого ведомства, которое тщательно присматривает за войсками потенциальных союзников, и когда я спросил у него, что он думает по поводу нашей армии, он сказал, что это черная дыра. Эта черная дыра не боеспособна абсолютно, но, тем не менее, поглощает невероятное количество денег. В этом отношении она тоже является определенным символом нашей страны, сопоставимым с дедушкой Лениным. В Мавзолее. На Мавзолей мы тратим невероятное количество денег, но прекрасно понимаем, что при этом дедушка Ленин не встанет и не пойдет. Хотя, конечно, он очень затратен для бюджета. И вот на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу учинил нападение на Восточный военный округ с целью проверки. Он поехал туда для того, чтобы посмотреть не то, насколько удачно реформирована армия под его началом, сколько принять наследство. Было любопытно глянуть, как это все работает. Выяснилось, что работает это так себе. Это знаменитый скандал с авиацией, с десантниками, которые 10 часов просидели в самолетах в ожидании, пока из Министерства обороны Насхалин добежит по телеграфу и, видимо, телетайпу гарантийка о том, что работа гражданских диспетчеров будет оплачена. Это тоже результат модернизации, на которую денег мы не пожалели. И поддержание одного аэродрома, даже аэродрома подскока в каком-то более-менее надлежащем техническом состоянии в бюджете обычно выгрызало дырку в миллиард рублей в год. И Сергей Шойгу справедливо решил, что у нас порядка 234 было аэродрома. И это была такая система у нас. Один полк, один аэродром. Он решил сгрудить, как в 1941 году, все полки в кучку и из 234, может быть, больше аэродромов оставить 27. Соответственно, вместо 234 миллиардов получили предстоятельную экономию в бюджете, сократив расходы до 27 миллиардов. После чего армия оказалась абсолютно нетранспортабельна, небоеспособна. Как всегда, осталось только пехота и русский солдат. В результате нападения Шойгу на военный округ были проведены учения. Нам по телевизору показывали, что действительно показухи никакой не было. Это был такой справедливый, честный отчет армии, которая ненавидела Сердюкова и которая, конечно, всем сердцем полюбила героя России Шойгу. Поэтому хотела показать ему, что из себя представляет на самом деле. Мне очень понравилась честная армейская палатка, столовая, с честной белой накрахмаленной скатертью, с совершенно честными, абсолютно прозаическими в армейском рационе цветами на столе. Понятно, что в нашей армии так и есть. Мне очень понравился наш главковерх, который отменил высадку десанта, сказав, что поскольку десантики будут прыгать в незнакомую местность, это небезопасно. Видимо, с точки зрения нашего главнокомандующего, десантники должны работать только в знакомой местности. То есть у себя дома, за пределами своего дома делать им нечего. Были замечательные совершенно штабные палатки с евроокнами, с блистательной перспективой. Мужественный министр обороны, с легкой мрачностью созерцавший за происходящим действом стратеги, машущий руками, главком разглядывающий бинокль, он вот так вертел замысловато в руках. И на фоне всего этого великолепия, специально для меня, там было показано наше автомобильное подразделение, автомобильная составляющая армии, чтобы мы понимали, насколько она у нас всерьез модернизирована. Сразу стало понятно, что модернизация не затронула автобат. У нас войска перемещались на 131-х ЗИЛах. Это очень любопытная машина, хотя бы в силу того, что последний 131-й ЗИЛ сошел с конвейера в 86-м году, то есть это конец прошлого века. У нас армия замечательно совершенно сохранила в таком очень хорошем, отреставрированном виде 66-е газоны. Самый свеженький из них это 99-й год. У нас армия в одном из мест там разворачивалась на окрасах 255-х, это, соответственно, 94-й год. И в этом отношении ситуация напоминала сопоставимую картинку развязывания нами Второй мировой войны, когда мы в течение всех 30-х, то есть начиная с 29-го по 39-й год, 10 лет, Советский Союз проводил конкурсы на вооружение. В результате эти конкурсы выиграл Токарев, и мы получили винтовку Токарева, автомат Токарева и пулемет Токарева, которые в 41-м году сошли, соответственно, на нет. И мы воевали, опять-таки, Мосинкой, Наганом и Максимкой. А это как раз середина-конец 19-го века. То есть оружие 19-го века было применимо в 20-м. Поэтому вполне нормально, что транспортное обеспечение нашей суперсовременной армии, которую только-только реформировали и модернизировали, оно осталось, соответственно, на точке отсчета предыдущего века. У нас 21-й, а автобат у нас и вообще транспортное обеспечение автомобилями – это середина и конец 20-го века. В этой связи вопрос, насколько современной должна быть в том числе вот эта транспортная техника? Ну, вообще, простейшую задачу по доставке, например, снарядов или газет на передовую справится и лошадка, запряженная телегой. Но во всем мире, поскольку современные воины, они все коварнее и страшнее, уже давно поняли, что вот просто грузовик, который просто едет и просто везет, это, наверное, небезопасно для личного состава. Солдаты в основном профессиональные, сейчас любителей не осталось ни у кого. У американцев давно профессионалы, у немцев профессионалы, у французов профессионалы, у англичан профессионалы, нет у них призывной армии. Там люди, которые занимаются этим за зарплату и готовятся всерьез. Они очень дорого стоят. Поэтому вот даже если нужно свежие газеты привезти на поле боя, то привозят на специальных транспортных средствах. Наиболее известное специальное транспортное средство – это американский «Хаммер». Очень многоцелевое, авиатранспортабельное. Он не зря такой низкий, чтобы в самолет влазил. Он достаточно широкий, устойчивый, с коробкой автомат. А вообще, конечно, сейчас главная транспортная единица во всем мире на поле боя и около поля боя – это автомобили, защищенные от подрыва на фугасе. Они так вот неблагозвучно называются аббревиатурой, которую можно прочитать в русской транскрипции, как «МРАП». И это очень серьезная категория транспортных средств, внешнее отличие которых – это V-образное днище. Но только немецкий «Динго-2» имеет плоское днище. Все остальные, они как раз в том числе и своей формой, рассчитаны на то, чтобы погасить энергию взрыва. Их обычно отрываются колеса. Они довольно высокие в этом отношении. Они очень хорошо маскируются на местности. Но они построены с таким расчетом, чтобы, если они наезжают одним колесом на фугас, люди остались целы. Они могут получить, например, травму не такую, которая выведет их из строя. Живы точно. Насчет контузии вот тут зависит уже заряда. В нашей армии ничего подобного нет. В нашей армии, когда Шойгу инспектировал военный округ, было видно задранные капоты, было видно матерящуюся обслугу. Было видно, что заботливые солдатские руки — это очень надежный способ сохранения техники в отличном музейном состоянии. У нас, конечно, есть еще Уралы и, возможно, где-то есть КамАЗы, но у нас нет вот этой главной единицы. У нас мрапов нет. У нас нет техники, защищенной подрывными. У нас есть один специальный выставочный медведь. Он внешне очень похож на тигра. Не подумайте, что он немецкий танк. Но в целом видно, что у нас на учениях солдаты, на минах не подрываются. В реальной жизни подрываются. Мы несем совершенно чудовищные потери по этому поводу. Но у нас в итоге на вооружении-то что осталось? Техника прошлого века, новый министр обороны, проблемы с авиацией. И сколько бы ни говорили о необходимости модернизации, нет никакой модернизации. Американцы сейчас снимают с производства, с вооружения «Хаммер». У них «Хаммер» устарел. А у нас ГАЗ-66 еще не устарел. У нас 131-й ЗИЛ еще не устарел. Наши Уралы еще не устарели. Вот с этим мы, собственно, и будем воевать. И когда Шойгу сейчас приехал получать свой лавровый венок из рук Путина, то в данном случае нужно, конечно, кусочек веточки отщепнуть еще и в пользу Сердюкова. Потому что за 9 месяцев Шойгу не сделал ничего. Это все заслуга Сердюкова. Вот его бы наградить самое время. Всего лишь 6 баллов по шкале Яндекса. Я еще помню эти времена, когда подобная картинка называлась более реалистичной оценкой 8 баллов. Ну, сейчас у нас же, вы видите, в Москве так много строится дорог и развязок, что, естественно, никаких пробок быть не может. Я думаю, что через пару лет вот точно такая же картина транспортного коллапса будет как-нибудь называться типа 2 балла. Все едут со свистом, но за исключением абсолютно всех вылетных магистралей, где народ просто сдох в пробках. Так что картина у нас замечательная. 65, 10, 9, 9 и 6. Начинаем говорить за жизнь. Андрей, здравствуйте. Вы первый. Здравствуйте, Андрей. Спасибо. Передача очень интересная ваша. А жизнь-то какая, Андрей! Так еще интереснее. Хотел поделиться опытом своим армейским. Как раз водителем был в тему передачи. И у меня, вот вы рассказывали про те машины, это было в 85-87 году, я служил тоже так же на Дальнем Востоке. И вот эти машины все были тогда еще. Вот. Да. Вы, Надька, на какой машине служили конкретно? Сначала ГАЗ-66, потом был у меня ЗИЛ-131, и в самом конце хранения был ЗИЛ-157. Самый лучший автомобиль, который был, это 157-й. 20 лет простоял на хранении, и потом пробегом тысячу километров он не достался за последние полгода. Вот эта машина хорошая. До тех пор вот у меня такая хватка руля до тех пор сохранилась, чтобы пальцы не отбить. Большой палец. Убран. Сверху, сверху его. Да, ни в коем случае нельзя обхватывать руль, потому что когда вырвет его, пальцы поотрывает сразу, да? Да, да, да. Несколько раз это ударило, мне пальцы выбило, а потом я научился отрагивать. Скажите, Андрей, простите, что перебью, вы сейчас гидроусилитель руля сворачиваете на раз в любой легковушке после своего колуна 157-го? Ну, сейчас это вообще как бы... Пальчиком, пальчиком. Непонятно что. Но вы по телевизору-то видели, как у нас Шойгу там свирепствовал на Дальнем Востоке, и какая блистательная техника в кадре была? Да, да. Все та же самая. Я не смотрю, не смотрю телевизор. Счастливый вы какой, да. Так вот, техника все та же, зелки наши родные. Мне кразы понравились. У понтонщиков, например, кразы, ну, естественно, а на что еще понтон повесить? Пробеги небольшие, собственно, учения раз в 10 лет, с понтоном ничего не будет. Да, и вот по поводу солдатиков вы сказали. Вот за всю службу я уничтожил крест, ну, били. Как? Атоном вот за 17 лет мне было тогда. Мне доверяют машину сразу после автошколы как раз был. И я ее благополучно убивал. Чем? Чем вы ее убили? Что вы с ней, с мотором или с трансмиссией? Что вы там творили-то? Да, по-всякому было. На вот на зелке, на этом, на, собственно, помню, поростенок у меня оторвался. Знаете, такая промежуточная опора на валу стоит, что-то в кардан. Страшная вещь, да. То есть вы проспали люфт, судя по всему? Нет, нет. Просто я забыл на техобслуживание туда масло заливать. А я крышечку это забыл закрыть потом. И там масло, видимо, все, оттуда выбрось давай. И он прям по дороге у меня заклинил. Ну, вот такие солдаты же были, как бы, срочники. Как бы для них это было все так. Ну, да, поиграться и поехать домой. Поиграться, да, научиться. Научиться. Ну, затем теперь я знаю, как разбирать двигатель, снимать, например, там, втроем. Три гембеля дают, например, на аккорде, чтобы мне снять двигатель, там, всякими приспособлениями пользоваться. Да. А коробочку подсоединить, например, в одиночку? Да, коробку, да, коробку, вот, на ГАЗ-66 я в одного ставил. И за ремнями отхватываешь, сверху встаешь, кабину забираешь, спокойненько ее вставляешь туда-сюда. А, тем более, что больше-то никто не подлезет, там же не получится в 66-м в газоне. Ну, да, там не подлезет. Ну, нет, там удобно очень. Сверху, да. Вот мы, например, на КРАЗе меняли все время коробку, но там не получалось в раму влезть втроем, поэтому брали самого крепкого и говорили, ну, Вася, давай. И Вася пытался на вал, соответственно, садить эту коробку с размахом. У меня, Сергей, вопрос, знаете, вот вы говорили, как вот с гаишниками общаетесь на раз и не отпускаете их потом, и они от вас пытаются отделаться. Вот не поделитесь, как это. Самый главный мой секрет в том, что я в очках. Человек в очках производит всегда заведомо более умное впечатление. А на самом деле, Андрей, понимаете, какая штука? Это способ существования человека. Один, увидев милиционера, сразу сгибается в коленках. А другой, наоборот, становится железней, чем он есть на самом деле. Я, наверное, из вторых, а не из первых. Поэтому разговор с милиционером я всегда, во-первых, веду в правовое поле. И, ну, есть же психологические такие установки, когда вам предлагают какой-то вопрос. Если вы отвечаете на любой заданный вопрос словами вопроса, значит, вы ведомый. Милиционер говорит, ну, что же вы нарушаете? Если вы отвечаете, да я вот и нарушаю, значит, вы ведомый, он ведет этот диалог. А если вы отвечаете на... Он говорит, ну, что вы нарушаете? Я говорю, а у вас какие доказательства? А это уже, извините, другая тональность. Здесь уже начинаю вести я. И вот из таких нюансов складывается в том числе у самого тупого мента понимание, что вот здесь, во-первых, просто не будет. А дальше все зависит от того, прочитали вы административный кодекс в отличие от него или нет. Я прочитал. Я еще пару законов прочитал. Поэтому в тех рамках, в которых необходимо его запихивать обратно в правовое поле, я этой методикой владею лучше, чем он, потому что он никогда не занимался правовой стороной вопроса. В этом отношении я сильнее. И самое главное, я убедительный, я же в очках. При этом я из машины всегда выхожу только с диктофоном. Я никогда не выпрыгиваю на раз, я обычно выхожу где-нибудь на десятой минуте. Он 10 минут ходит вокруг моей машины и пинает колеса в изнеможении. А я вставляю батарейки в диктофон, я делаю контрольную запись, я говорю, где и когда она сделана, дату, время. После чего выхожу, вставляю ему в зубы и говорю, пожалуйста, представьтесь. Ну, он уже обычно к этому моменту дошел до точки закипания. Я начинаю его остужать. Еще 4 минуты, и на четвертой минуте он сдыхает. Ну, спасибо, Сергей, за передачу. Андрей, кстати, если что, зайдите на правую руля. Да, там есть «Звук ему», такая рубрика, и там мой разговор с капитаном Пауковым. Он длится больше, но там зато видно, на какой минуте сломался капитан Пауков об меня. Это запись коротенькая, там, наверное, минут 8. И в той записи не слышно это, потому что микрофон не позволил. Но финал в том, что пришли его коллеги, другие капитаны и майоры, и унесли в кусты, приговаривая, что Женя не надо. А Женя там трепыхался, еще пытался посмотреть у меня документы. Кстати, документы он так и не посмотрел. Андрей, а возвращаясь к началу нашего разговора, скажите, вот вы сломали три машины. Не следует ли из этого, что не должна быть модернизирована авторота, и пусть она ездит на 66-х газонах, потому что вы же все равно сломаете? Ну, я не знаю, но должны быть профессионалы, скорее всего, не пацаны, которые ломают машины, получающие за это зарплату. А стрелки, а мотострелок, а десантник, а повар, они должны быть срочниками или профессионалами? Ну, скорее всего, скорее всего, напополам, потому что... Пехотинец, которого мы пустили, как это делал маршал Жуков, собой разминировать поле, может быть одноразовым мальчишкой 18-летним. А вот спецназ, который будет проводить зачистку аула, он должен быть уже профессиональным, да? Ну, резерв должен быть все равно, и срочников, на всякий случай, я так думаю. А израильский вариант, когда весь народ служит, и резерв эквивалентен населению? Ну, там, конечно, другая ситуация, у нас страна побольше, нам тут наши границы хотели закрыть бы. Да некем, не получается, не сложилось у нас. Ну, то есть, вы обратили внимание, может быть, что Шойгу, когда пришел за отщипыванием лаврового венка, то он сказал, что желательно увеличить в войсках присутствие контрактников. И списочек подал должностей, на которые контрактники необходимы. Сильно подозреваю, что и водители туда попали. Именно потому, что очень много было задранных капотов на заднем плане. Скорее всего, вот именно водителям не нужны контрактники. Ну, как и других танкистов и строчек специалистов. А, представьте, летчик будет срочник. Годик полетал и домой. Ну, во время войны были же сержанты-летчики? Были. Примерные срочники это и есть. Да, причем мы взяли эту кальку с немцев, немцы быстро отказались, и мы от этого быстро отказались. Особенно учитывая, что... И готовили-то ускоренно. В принципе, та же учебка, и летчик готов. Та же самая учебка, но потом столкнулись с тем, что в числе прочего, у нас же все по уставу, и поэтому летчик-сержант уходил в бой туда, на большие высоты, в обмотках, в ботинках. Но потому что не полагается ему больше ничего. И как-то, в общем, начались проблемы. И сейчас проблема та же, портянок еще стоит. Ну, вроде как, переходим на носочки. Правда, форму у нас... Зря, 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 конечно. Портянки — вещь хорошая. Ну, вот как машина с консервацией, она призвана деморализовать врага, так и портянки, по-моему, из этой же категории. 66-го года, как сейчас помню, взялок этот зон. Возможно, еще стоит на консервации. Но вот меня в армии, например, кормили свининой, которая была старше меня. На ней стоял штамп ветеринарного контроля. Его как раз с глубокой разморозки сняли. Я получал со склада, по-моему, 45-го, по-моему, года туши были. Нет, мои были чуть помоложе. Мои были начало 60-х. Причем они были, самое интересное, свиные туши из Франции. На них стоял ветеринарный контроль Франции. Штампик. Это были отечественные говяжьи туши, по-моему, 45-й год вообще. А рыба у нас была для откорма пушного зверя, которую мы ели. На упаковке было написано. Нет, у нас импортного ничего не было. Все было отечественное. Для пушного зверя, для откорма у нас тоже было родное. Ну что вы, наш православный. Посмотрите на меня на видео. Я как раз вполне тот самый пушной зверь, которого и выкармливали этим ментаем, или что это было. Не знаю, рыба какая-то малосъедобная. Ой, приятно вспомнить армию. Тем более, что мы с вами служили практически в одни годы. Я 84-й, 86-й. Вы 85-й, 87-й. Мы застали с вами еще непобедимую легендарную Красную Армию. Если помните, как раз мальчишаки Бальчиша, проклятые буржуины, пытались, чтобы выведать самую страшную нашу тайну. Он ее не выдал. После чего, собственно, привет мальчишу. А тайна-то какая? Красная Армия всегда опаздывает. И вот как раз учения, которые товарищ Шойгу проводил, они показали, что да, вот она. Вот она наша непобедимая легендарная. Мы тверды в своей обороноспособности. Как мы в 41-м опоздали, так мы и в 2013-м опаздывали. Потому что, ну, аэродромы не заплатили. Да и, в общем, колесная техника у нас так себе. Печально то, что с аэродромами, может быть, мы еще как-то разрулим. А вот с колесной техникой нет. И когда, не дай бог, опять война грянет, то мы воевать-то будем ленд-лизом. Нам не привыкать, конечно. Мы Вторую мировую выиграли на ленд-лизе. Но все-таки, по-моему, пора что-то менять не только министра. Телефон программы «Экипаж» на Финам-ФМ 6510-996. Здравствуйте, Евгений. Неужели вы дождались? Я дождался, Сергей. Очень приятно вас слышать и лично с вами подеседовать. Спасибо. Огромное спасибо вам за вашу передачу. Это, в общем-то, качество передачи определяется очень легко. Когда ее приятно слушать, независимо от того, о чем вы говорите. Интересно, приятно и очень познавательно. Спасибо вам, Евгений. Ну, у меня такой чисто утилитарный вопрос, наверное, будет интересен для вас. Надеюсь. Я хочу купить пикап. Давно пора. Сингл кэп. Сингл кэп. Сингл. Или регуляр кэп, как говорят наши американские друзья. Именно этот. Так. В процессе исследования, естественно, маркетингового, выяснилось, что меня как бы устраивают две машины. Это «Форт Рейнджер» и, как это ни странно, «Додж Дакота». Ух ты, правильно. Да. Вот хотелось бы послушать ваше мнение насчет этих автомобилей. Потому что я еще... Во-первых, оказалось, что к нам сингл кэпы-то никто особо и не везет. Только вот «Фольксваген Амарок» мне удалось найти. Да. Но это точно не для меня, потому что этот кэжел-автомобиль, он как бы немного для другого. Не для того, для чего он мне нужен. Мне нужен простой, хороший, рабочий, достойный аппарат. И чтобы не было лишних пассажирских мест. Это вот тоже у меня такой пунктик. Не хочу никого увозить, честно говоря. Вот. И в результате выяснилось, что вот как бы... Собственно, раз-два я обчелся. Да. «Шевроле-Колорадо» того же ценового диапазона ЛБУ, естественно, допустим, как «Додж Дакота» и «Шевроле-Колорадо», за обеи и те же деньги «Дакота» стоят, «Дакота» получается 2009 года, а «Колорадо» 2005 года. Поэтому она как бы отпала тоже сразу. Вот хотелось бы услышать ваше профессиональное мнение. Ну, самый-то... По поводу двух этих автомобилей. Ну, Евгений, самый-то правильный из них это «Дакота». Уж благо такая грузовичище. И убивать вы его будете долго любыми народно-хозяйственными планами. Даже если вы захотите в одиночку БАМ построить, он выживет. «Рейнджер», он, конечно, попроще, похлипче и вообще, в принципе, не под это заточен. «Рейнджер», он ближе к «Амароку». А вот «Дакота» — это действительно серьезный агрегат. Ну, либо «Доджрам». Потому что у «Рама» у него вариантов по кабине тоже несметное количество. Она и «Сингл», и какая угодно. Да, ну «Рам» точно не годится, потому что он огромный. Я и этот «Рэмбл Би» замечательный, их «Желтый пикап» вообще, конечно. И «СРТ-10» — это тоже отдельная письма. Ну, «СРТ» зачем? Зачем вам летать с такой скоростью? Ну, поэтому и нет. Поэтому и нет. Потому что у меня в свое время были такие автомобили, как «РФ-2», «РФ-5» в 34-м кузове. Так что я свое отгонял, на самом деле, как бы уже мне нужно что-то другое. Катался я на хороших автомобилях, слава богу, бог дал. Так продолжайте кататься-то. А, собственно, «Дакота», собственно, сделан из того же самого, что называется «Додж-Дюранга», «Додж-Рам». Это тот же самый принцип. Почему один не подходит, а другой подходит? «Рам» чем не подходит? Он больше, гораздо. Да не гораздо. Он просто здоровый. Хотя на «Дакоту» ставили тоже «Магнум» восьмицилиндровый, и в результате получался, видимо, тот же «Рэм» практически. Практически, да. Собственно, они, по большому счету, одно является разновидностью другого. Просто у американцев манера назначать имена любому телеграфному столбу. Поэтому у них два телеграфных столба под разными псевдонимами. А здесь одно и то же. И «Додж-Рам», собственно говоря, знаете, они отличаются длиной базой грузоподъемности не потому, что один «Дакота», а другой «Рам», а только потому, что это попытка изобразить два разных автомобиля, сделанных из одного и того же комплекта запчастей, и они оба имеют практически полностью пересекающиеся особенности по грузоподъемности, по длине, там, двухскатник, односкатник, сингл-клэп, дабл-клэп, какой угодно. Да-да-да. И то, и другое. Это одна и та же машина. И «Додж-Рам», грузовик, иногда в категории «Б», иногда в категории «С», и «Дакота» тоже самое, что вторая, что третья «Дакота». Ну, вы, судя по всему, все-таки от рейки, наверное. Но «Рам», как правило, грузовой. Как правило, грузовой, они это и упирают при продаже, что малый налог на его и прочее. Хотя неизвестно, как там с ограничениями по въезду в центр с этими грузовиками. Не, ну в центр вам нельзя, потому что центр оккупировал лично Собянин, поэтому не получится. Понятно. А он грузовик только потому, что под него специально нашли лазейку, как его таскать к нам, именно по растаможке, выдавая его за грузовик. И, собственно, вы можете найти себе «Дакоту», которая будет точно такая же по грузоподъемности и по всем документам будет грузовиком, как вы можете найти себе «Додж-рам» под категорию «Б». Понятно. Но выглядят они просто чуть по-разному. Ну вот, например, вторая «Дакота», она вообще, в принципе, ничем не отличается, а третья, да, у нее действительно морда совершенно другая, и, поставив ее рядом с «Рамом», они имитируют некую разницу. Ну да. Но, по сути, нет. По сути, никакой разницы нет. У новой «Дакоты» морда от этого, от «Джорная», по-моему. Ну да, она такая в стилистике более слащавая, потому что «Рам остался мужиком», вот у «Рамы», у нее написано, что «снизу в челюсть» и «отвали». А этот, нет, этот так что-то прищурился, и сейчас вот итальянцы, когда на них напали, я так понимаю, что следующий «Рам» они попытаются сделать из «Фиата панды» и будут говорить, что это и есть настоящая Америка. Я когда увидел «Фиат», вот этот перелицованный «Додж Джорный», мне очень удивился. Фремонт который? Ну да, Фремонт. Я говорю, батюшки, это что-то заявление такое. А вы видели... Вообще, я очень, Сергей, я очень люблю американцев. Это понятно. Это понятно. Я, так сказать, давно в теме. Я Мади закончил в свое время, в 82-м году, и тогда их полюбил, потом любовь прошла, потом вернулась. Как-то не странно. Потом пришли времена. Потом пришли времена, когда можно было начать любить уже осознанно, а не так виртуально, как картинку на стене. Да, да, да. И вот Дакота в этом плане меня, конечно, как бы греет. Но вы меня, честно говоря, немножко огорчили тем, что она такая же, как Рэм, потому что я как бы смотрел характеристики и себя утешал, что она поменьше гораздо. Ну, она нет. В длину, движок, например, там это 3,7, который V-образная шестерка. Да, он и на Дадже стоит, и на том, и на этом. То есть и на Раму его ставят, и на Дакоту. Рама у них одинаковая по грузоподъемности. И тот, и этот. Хотите полторы тонны, хотите две, хотите две с половиной, хотите три. Не хочу. Не хочу, только хочу тонну. Хотя, естественно, еще я уточню, Сергей, извините, ради бога. Дело в том, что я-то особо его, как бы, как грузовик-то использовать-то и не буду. Мне вот он просто нравится своей стилистике, кроме того прочего. Ну, если на нем закатить на него, так сказать, Харлей, который у меня, слава богу, тоже ездит. Только вот в таком плане. Поэтому мне полутора тонны, там, или, там, Ford F-150-3,5 тысячи, там, со спаренными колесами сзади, мне точно такой не нужен. Евгений. А мне вот что-нибудь такое элегантное и такое вот, типа... Все понятно, Евгений. Мы с вами, поскольку мы довольно близки по возрасту, мы с вами на самом деле пришли, вы своим путем, я своим путем пришли к тому, что называется кризис среднего возраста. Некоторые считают, что этот кризис среднего возраста у мужика, седина в бороду в без ребро, и он побежал по бабам, а на самом деле нет. Он начинает... У меня уже пройденный этот петап. Мы начинаем с вами воплощать мечту. И хочется машину не для того, чтобы на ней пахать, а для того, чтобы наслаждаться. И в таком случае Дакота с Харлеем в кузове, это великолепно. Это же правильно. Это надо сделать, потому что неважно, какая... Потому что надо сделать. Рациональная составляющая здесь не играет никакой роли. Это правильный подход. Вы уже в своей жизни много чего компромиссного имели только потому, что ну вот надо так. А теперь вы можете себе позволить хочется. Семья, дача, собака, теща, вся эта, господи, ботва, это просто какой-то ужас. И машина, соответственно... Потому что последнюю ночью я ездил, это была ПЦ-шка. Астра ОПЦ, но которая, конечно, никаким образом не выносила всю эту команду. Нет, конечно. Плюс еще с грузом. Конечно нет. Но пришлось купить КБ Калибер, который мне очень нравится. Вот. К Даджу у меня особая любовь такая. А Харлей-то у вас для того, чтобы, наконец, от них, от всех отстегнуться и отвалить в одиночку. Согласен. Просто вот, да. Сейчас уже удается это сделать. Раньше не удавалось, потому что, а как же мы, а как же дети, а как же ты, а ты вот один. Но сейчас, слава богу, все это поутихло. Харлей – это для бегства. Причем это бегство... Да, причем это бегство не от них, это бегство обратно к себе. Сесть на мотоцикл и уехать в себя. Они этого не понимают. Заричательно. Ой, как хорошо. Вот видите, как надо праздновать кризис среднего возраста. Здравствуйте, Наталья. Вы ли это? Здравствуйте. Наталья, вы дождались нас. Очень трудно до вас дозвонить. В нашу мужскую компанию вход ограничен. Видите, мы тут все-таки потихонечку брутальными всякими железками, бряцаем. Наталья, а тут вы. Хотела бы сказать огромное спасибо за вашу передачу. Я езжу с работы домой за город и слушаю только вас. Спасибо вам за то, что вы занимаетесь этим. Это скрашивает дорогу и очень познавательно. Я хотела бы спросить, у меня Volvo XC60. Я на ней пробежала уже 90 тысяч. У меня грядет очередное ТО. Разорительное. Ну, я буду делать это, естественно, не в авторизованном деле, а где-то у своих знакомых. Думаю, что что-то сэкономлю. Что мне делать и на что обратить внимание? За три года эта машина себя не подвела абсолютно. У меня в процессу не было никаких головных болей. То есть я просто езжу, получаю удовольствие. Ну, наверное, что-то где-то надо все-таки посмотреть, долить, добавить. Наташа, вы не забыли. Потому что на сервисе, да, сейчас еще перебью. Не всегда, даже если знакомые мастера, вот они, как правило, все-таки делают то, что я им скажу. И проявлять инициативу, посмотреть там коробку, еще что-то, еще что-то. Ну, навряд ли они это сделают, если я не обращу внимания. Какой кошмар. Вы должны таскать в себе эти мужицкие железные знания для того, чтобы диктовать волю безразличным людям, задачи которых всего лишь навсего вас по-тихому ограбить. Нет, они хорошие, они добрые, налицо ужасные, добрые внутри, это понятно. Они на вас смотрят с нежностью, иногда даже с вожделением, но результат совершенно не тот. Потому что если бы вы им не сказали, куда нужно глянуть, они туда не глянули. Они после этого не официальные дилеры, они после этого те самые мучители техники, которые ее, собственно, и уничтожают. Как известно, хорошую машину может убить дилер, а не хозяин. Поэтому вам давно пора, конечно же, поменять этих людей на нормальных и приезжать к тем, кто вам сам говорит. И знаете, вот здесь, наверное, через какое-то время, может быть, мы с вами займемся заменой. Вот тут у вас все в порядке, а вот это мы уже сами сделали. Это та самая мечтательная ситуация, когда вас аккуратно берут с нежностью за руку и говорят, ну, отдохните. Не переживайте, Наташ, мы сейчас все сделаем, потому что мы это умеем. Но в официальном дилерстве такого не бывает, особенно у Вольво. У Вольво там совершенно жуть какая-то. Поэтому, Наташ, вы уже нашли, куда ехать не к дилеру или еще нет? Да, я нашла, но все-таки хотелось бы как-то что-то рекомендовать мастерам. Но вдруг что-то они не учтут. Ну, Наташ, вы можете, конечно, попросить их замерить компрессию, особенно в четвертом цилиндре. Это произведет на них очень сильное впечатление. Но во всем остальном вы же не выпускник МАДИ, как Евгений, который звонил перед вами, для того, чтобы эту конструкцию вот так вот ловко вертеть на языке, а потом, может быть, в руках, погромыхивая гаечными ключами. Вам это зачем? Вы хотите проверить остаточный ресурс амортизаторов? Вы хотите посмотреть, как работают саленблоки? Ну, вряд ли это вам нужно. Поэтому, судя по всему, вы пока не нашли тот сервис, которому можете доверять. Вы подспудно ждете, что вы им должны что-то сказать. На самом деле, они вам. Если вы не найдете таких, тогда через Facebook меня найдите, я вам дам своего любимого мастера, который спас, по-моему, уже половину слушателей «Финама». Вот он как раз из тех, кто, как с родными, он занимается решением вопросов, а не созданием вопросов. Новости. Из Ростова-на-Дону пришел замечательный вопрос. Какой из автомобилей, продающихся сегодня на рынке, вы считаете самым честным, с равновесным соотношением технической оснащенности и цены из всех и немецких, и китайских, и российских? Прошу это Андрей. Честных машин, на самом деле, я знаю только две. Первая – это Deo Matisse. Он реально стоит тех небольших денег, которые за него просят. И при всем при том, он достаточно прост, но это настоящий автомобиль. И многих вводят в заблуждение его игрушечная внешность. Полагают, будто он как выглядит, так и едет. Нет, на самом деле он едет гораздо интереснее, чем выглядит. Снаружи это сюси-пуси, а внутри это серьезный боец. Второй автомобиль, еще более честный, это Bugatti. Bugatti Veyron. Машина наиболее честная, потому что у нее розничная цена миллион евро, а в производстве она стоит 5 миллионов евро. То есть, купив себе Bugatti Veyron, вы получаете сразу дисконт в 4 миллиона евро. Это чрезвычайно редкая ситуация. Машина имиджевая, именно поэтому производитель позволяет себе подобные вещи. Так, ну давайте попробуем продолжить наше приятное общение. 65, 10, 9, 9 и 6. Дмитрий, здравствуйте. Да, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Подбираю машину для родителей, родителей пенсионного возраста. В основном поездки на дачу, достаточно длительное расстояние. Поэтому хотелось бы что-то подобрать в ценовом диапазоне в районе полумиллиона рублей. То есть, бэушное что-то? Нет, наверное, новое все-таки, потому что хотелось бы, чтобы родители попробовали иномарку. Наконец-то. А сколько лет папе? Наконец-то. Папе 74. Это, можно сказать, первая иномарка. До этого он ездил на девятке, 7 лет отъездил. И, в принципе, говорит, что хорошая машина. А что он еще должен говорить? Конечно, хорошая машина. Любая иномарка, я думаю, для него будет в радость. Поэтому, ну, пока вот выбираем из Hyundai Solaris, я рекомендую Chevrolet Cruze ему. Что вы можете посоветовать? Он будет ехать в основном по трассе или в том числе по бездорожью? Ну, там 2 километра проселочной дороги есть. В принципе, легковая машина проходит. Тогда Cruze, все-таки Solaris, он довольно резкий. Он требует характера, темперамента. И он потакает постоянно к быстрой езде. Cruze в этом отношении спокойней. Тем более, если большая дистанция по асфальту. Чем длиннее машина, тем комфортнее езда. Да, там 30 километров. О, лег в дрейф и спокойно на этой штуке поехал. Cruze, он молодец. Сделан он грамотно. У Cruze большой плюс в том, что эта машина, которая прикидывается гольф-классом, гольф-классом, C-шкой, она на самом деле не является. Это нормальный, полноценный, дешевый представитель D-класса. И он по всему, по повадкам, по размеру, по манере, как раз такой недорогой D, за что я ему очень признателен. И для спокойной езды идеально подойдет. Причем, ну, можно и 1.6. Я ездил 1.6 на ручке. Вообще, в принципе, хватает. Даже для того, чтобы убраться из-под КамАЗа, тоже хватает. Ну, вот он именно хочет на ручке. Я ему говорю, попробуй автомат. Нет, я не знаю, я не умею, хочу на ручке. Знаете, уже поздно переучивать папу 74 года на автомат, потому что у него все-таки рефлексы, устоявшиеся полностью под ручку. И как только вы ему сунете автомат, он, конечно, адаптируется как нормальный человек, он привыкнет к этому, но дальше произойдет неприятная вещь. В какой-то момент он не справится с комфортом. К сожалению. И это может сыграть с ним злую шутку. Когда стало настолько хорошо, что человек невольно, особенно в возрасте, перестает осознавать все-таки опасность пребывания за рулем. Тут нужно быть настороже всегда, в любом возрасте, в любом состоянии. И его лишать привычных вариантов контакта с автомобилем, когда он понимает отзыв машины на свою команду через педаль сцепления, через переключение правой рукой. Вот убирать у него эту обратную связь уже поздно. Поэтому на ручки можно 1,6, и тогда вы попадаете нормально, в том числе чуть-чуть больше, чем полмиллиона получается. Да, сейчас где-то цена базовой комплектации, такой с кондиционером в районе со скидками получается где-то 530-540 тысяч. Что, кстати, приятно обратить внимание, в какой панике они находятся. Они сейчас как повернулись-то своим озверелым лицом к клиенту? Уже и скидки начинают, уже и подарки, уже и предложения. Заходите ради Бога. Христа ради спасите наши продажи. Да, совершенно верно. И, Дмитрий, помните ведь золотое правило? Машина тем интереснее, чем больше в ней опций. Поэтому вы можете совершенно честно взять 1,6. Этого будет достаточно, но со всеми вариантами, какие только найдете, достойными. Ну, люк в крыше, к счастью, не про эту тему. Во всем остальном, да, вот. И у папы получится очень достойный автомобиль. И за папу, кстати, будет спокойно. Это же немаловажно. Когда отправляешь человека 74 года, понятно, что мы все еще ковбои до гробовой доски. Но с точки зрения заботливых детей, конечно, нормально. Круз спокойно сел, поехал. Михаил, здравствуйте. Алло, добрый вечер, Сергей. Здравствуйте. Михаил, Москва. Да, пока ожидал ответа, немножко поностальгировал. 1985 год, водитель-пантанер. О, на Кразе? Краз. Конечно. Здесь 55-й. Да, 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 с большими такими колесиками. Да, лапотник. Я, да, я расточком, ну, среднего, и вот в зимний период вспоминал, что вот когда мы эти в мазуте, в этом, в комбинзоне водителя были, то для того, чтобы не запрыгнуть и залезть в кабину, мне приходилось с разбега зацепиться за ручку, потому что ватники в этом ноги поднять практически невозможно. Подтянуться, и после этого я с удовольствием залезал в холодную кабину 55-го этого. А руль, диаметр руля какой у вас был, а? Да, больше моей грудной клетки, в полтора раза, наверное. Да, а гидроусилитель руля был? А зачем он нужен? Нет, конечно. А какого вы роста, кстати, Михаил? Да нет, я средненький, у меня метр семьдесят четыре. О, вот по новому уложению о наказаниях Минздрава вы имеете право на грузовик, а они же сейчас готовят ограничения, что люди ростом меньше, чем метр пятьдесят, им будет запрет пожизненный, за руль грузовика нельзя, в том числе потому, что на руль намотается, вообще бедные, ну как он будет работать, семью кормить, если он такой маленький, пусть сдохнет под забором. Сто семьдесят четыре нормально, хотя, конечно, ватники, я в красс тоже заползал по лестнице, по стремянке или на раз-два взяли. В лапотник-то. Ну да. Ой, а тут сейчас как раз ваши ребята-пантанеры перед нашими главкомами показывали, на что они способны, крассы все те же, но задранных капотов у них было больше всего. На заднем плане там такой мат-перемат стоял, ну понятно, техника-то какого угода. Ну да, да. Поэтому, хотя то, что на крассах, сама техника, по-моему, фору до сих пор может дать и иностранцам тоже, потому что она как использовалась, по-моему, ничего сверхъестественного не придумали и, по-моему, вполне на себя оправдает и в настоящее время. Сергей, ну немножко поностальгировали, если можно, вопрос. Давайте, конечно. Смотрите, вы, наверное, в своих выступлениях уже этот вопрос поднимали, но тут такие вот нюансы появились интересные. Честно говоря, хотел бы услышать ваше мнение. Смотрите, на одну из машин, которая там, ну, у меня на работе обслуживается, на Боровском шоссе в городе в Москве по дороге в центр, по направлению в центр, машина была зафиксирована на выделенке. Но, что самое интересное, понимаете, я тут немножко размышляю, не могу найти выход. Три штрафа за один и тот же день и по времени два штрафа разница минута, третий штраф разница четыре минуты от второго. И, что самое главное, если первый штраф машины зафиксирована, то есть фотография на этом письме счастья, фотография не на выделенке, а на полосе, предназначенной для движения транспортных средств, то второй и третий штраф просто зафиксированы на фотографии номера автомашины, ну, с передней частью капота. То есть где она ехала, непонятно. Да, а первая фотография машины едет в полосе, предназначенной для движения, но написано там, как в 18.6, что ли, это движение по полосе, предназначенной для, ну, по выделенной полосе. И фотография это не подтверждает? Фотография не подтверждает, вот в том-то и дело. Замечательно. А они пытаются вам, видимо, как-то... Три раза по три тысячи. Да, и намек на то, что на этом участке три камеры, поэтому вот на протяжении всей выделенки машина три раза попалась, потому что камеры три. Ну, вот получается, что в течение шести минут под разные три камеры с разными интервалами она три раза выезжала на выделенку. Ну, то есть она встала, на самом деле, на выделенку и по ней нагло поехала, и все три камеры ее зафиксировали. Да нет, дело в том, что она ехала не только по выделенке, а ехала и по нормальным полосам движения. Но под три камеры она в реальности попалась или нет? Ну, водитель признает, что было, да. — То есть он реально ехал под этими камерами, и тогда получается, что вы можете только пожать ему крепко руку и сказать спасибо за 9 тысяч убытка. — Ну, то есть вот, несмотря на то, что на фотографии сам факт нарушения не зафиксирован, то есть что фотография не показывает именно нахождение машины на полосе, выделенной полосе, да? — Это юридический казус, потому что данная фотография не является доказательством вашей вины. — И, во-первых, вы не уведомлены надлежащим образом, потому что вы должны были получить эту бумажку под подпись. — Нет, конечно, нет. — Во-вторых, нету состава правонарушения подтвержденного. Есть только что называется голословное заявление. Но у нас именно для этого, чтобы вы были всегда виноваты, отменена презумпция невиновности. Они могут вас обвинить в том, что вы бабушку убили топором, а ваша задача — принести топор бабушке и сказать, что этого не было. Если вы готовы побороться, эту юридическую коллизию было бы даже интересно, в общем-то, всерьез взять и раздуть. Потому как с чего следует, что это было? Ни с чего. То есть почему вы должны платить 9 тысяч? Только потому, что им так захотелось? — Несмотря на повинную голову вашего водителя, вина не доказана. Но по закону они не должны ее доказывать, потому что на водителя не распространяется презумпция невиновности. Вот это как раз казус для того, чтобы с адвокатом начать уже разбираться. Стоит ли овчинка выделки? Ну, я не знаю. У вас насколько большое и богатое транспортное предприятие? — Ну, машина, там имиджевая рука. Так что не особо большое. Предприятие небольшое, но такие штрафы потянет, в общем-то. — Да, тут тоже еще вопрос просто элементарного человеческого унижения. Государство, походя, щелкнуло так подушу и сказало, ну-ка быстро мне плати. И это уже мы должны принять решение. Мы согласны с этим или нет? Я обычно не согласен. — Ну, вот просто по фотографиям смотрел вот этот факт, что не зафиксирован сам факт нарушения. То есть нахождение машины на выделенной полосе. — Он не на одной фотографии. — Михаил, они никогда на фотографии... Фотография никогда не является доказательством вины. — Ну да. — Именно потому, что они... — Ну да, это как со скоростью. На фотографии не видно, с какой скоростью ты едешь. Это видно только из того, что прописано в самом постановлении. — Конечно. И они имеют законное право наплевать на вас и на Конституцию, чем они и занимаются. И у них же тем более сам радар выставлен вперед. Камера фиксирует. То есть радар вынесен вперед на 350 метров. Он дает отметку. Машина въезжает потом под камеру. И камера ее снимает уже, подтверждая факт того, что в 350 метрах перед ней было совершено правонарушение. Я бы не платил.